Следующий еще момент по поводу положения рук в массаже. То есть, как бы по классике, это лежит вот так всегда, руки. По факту можно их свесить со стола, можно положить наверх. Как человеку удобно и как вам удобно с какой-то зоной работы. Если вы работаете с грудным отделом, рука должна лежать вдоль тела. Если вы работаете с поясницей и так далее, рука может хоть здесь лежать, без разницы. Есть контакт? Чудно. Ну что, погладили. И закончили. Конечно. Следующее. Нам нужно строгание широкой фасции бедра. Помните, мы делали на спине строгание. Здесь кожицу чуть прихватили, чтобы сильного расколбаса не было. И вот таким образом разогреваем широкую фасцию бедра. Очень важно, если вы здесь возьмете угол вот такой, то это будет больно. Поэтому вдоль кожи идем ладошкой. Тут можно даже в два раза сильнее делать и будет не болезненно. А если чуть угол поменяли, то будет неприятно. Следующее. Четырьмя пальцами. Тоже широкая фасция бедра. Много всего на широкую фасцию бедра. Ну ладно, допустим. Четырьмя пальцами. Все то же самое. То есть придержали чуть-чуть и поехали. Здесь не то, чтобы прям место крепления большое. Здесь большой тоже типа апоневроза. Похожая на апоневроз. Следующий. Сидалищный бугор с четырьмя пальцами. Нащупали сидалищный бугорок. Вот здесь косточка. Под него занырнули. И под ним разогрели четырьмя пальцами. Место крепления всех мышц сгибателей колена. Ну пол бицепса, пол сухожильной. Вот все вот это вот история. Оно все вот сюда крепится. Поэтому подсидалищным бугорком разогрели. Я думаю завтра я буду рисовать анатомию уже. Щипцеобразное колено. Уходим на колешку. Разогреваем колено. Вот здесь. Вот здесь будем загребать. Нет, это к тому, что мы... Я говорил, что сюда вот так мы делаем. Здесь будем к себе. Часто бывает здесь дискомфортно болезненность. Чтобы прям хорошенечко разогреть связки, достаточно залезть сам суставчик и вот так меленько это все делаем растеребонькой. Но нужно прям глубоко. И вы должны представить, что вы через слой ткани залезли до связки. И прям по связке вот так вот растираете. Это будет достаточно эффективная история. Можно, допустим, вот у нас написано щипцеобразное. Если колено прям здоровое не охватить, берем кольцевое. Четырьмя пальцами одной руки, двумя руками. Но нужно разогреть именно связочки. Здесь можно большими пальчиками вот так добавить. То есть, если прям здоровая нога, у вас в руке она не помещается. Следующее. Перекаты. Прекрасно. Это сразу общая масса мышц. Вот она идет вот досюда. Вот. Согни коленочку. Вот. Мышцы как раз мы взяли. Согни коленку, держи. Дави ногой. Дави пяткой. Вот выделяются мышцы. Вот это приводящее уже включилось. Давить? Да. Вот. Это сгибатели колена. То есть, бросай. Вот так вот мять не надо. Нужно выхватить именно мышцы эти. И перекаты. Можно двумя руками вот так их сталкивать внутрь. Слегка возвращаем, подхватываем и проталкиваем. Если вы выйдете сильно в кость, то будет тоже... Боль. Ай. Да. Поэтому четко в мышцу вылили ее, сняли ее с кости и поехали ее продавливать с косточки туда. Здесь подходит это выражение, как оттянули мышцу от кости. И это у нас обычные перекаты. Есть встречные. Когда вы одной ручкой придерживаете, второй проталкиваете. Пошла жара, да? Ну, у вас не защищает это. Вот. Очень важно, когда вы делаете перекаты, вы должны стоять четко в направлении движения. И не нужно это пытаться сделать вот так. Вы подхватили, подтянули и дальше вы двумя руками возвращаетесь. Перекаты гамстрингов. Двойное кольцевое. Вот здесь самое удачное место, где учиться делать двойное кольцевое. Конечно, можно держать. А? Удобно держать. Да, да, да. Не у всех? Ну, не у всех, да. Мы, когда учились двойное кольцевое, у меня все ноги были в таких борьбах огромных просто. У меня все в раздражении пошло. И мы два дня реально потратили на то, что двойное кольцевое просто у нас получалось. Из пяти. Понимаете? Поэтому я особо вас не дрочу по этому двойному кольцевому. Оно у вас со временем получится. А? Что сколько? Сколько ног угрожили? Ну вот, одного парнишка я ушатал тоже нормально. У меня даже видос в ВКонтакте где-то есть, где я сдаю экзамен по классике. Это вообще зеленый-зеленый. Маленький такой. Двойное кольцевое. Большим пальцем с отягощением короткую головку бицепса бедра. Вот здесь находится короткая головка бицепса бедра. Вот она начинается. И вот туда в глубину залезли. Да-да-да. Можно чуть помягче. Это кто-то работал. Я показываю по максималкам с эргономикой. Не нужно делать так, чтобы было прям больно. Если пришел какой-то здоровый дядька или человек, который просит, чтобы было больно, можно ввалиться больше весом. Понятно? Вот здесь направление движения будет вниз. То есть вдавили и чуть вниз толкнули вот этой рукой туда. Вот так. Ну хватит уже, да, показывать? Мне очень понятно. Очень понятно. Можно также... Кулаком, кулаками. Вот это типа вот эта вот история. Как перекаты. Я не знаю, кто это писал. Я это писал, да? Вот. И еще вариант. Да, кулаками уберем. Большими пальцами по мышечной перегородке. То есть вот здесь вот есть такая штучка. Держи ножку. Вот тут есть прям вот ямочка. И вот по этой ямочке залезаем большим пальчиком и проталкиваем вот под углом вот так вот. То есть не прям вниз, а чуть в бачок, чтобы... Ну, не, не с кольцами, не с костей, разделить. Это между бицепсом и полусухожильной мышцей. То есть мы залезаем и как бы разделяем здесь мышцы. Чего? А потом надо обойти к другую сторону мышцы? Не, не надо. Ну, если ты хочешь прям сильно, то можешь этим завершить. Карьеру в массажерах. Вот. Вы должны почувствовать, где здесь прям плотненько. Вот здесь прям видно вот место. Даже кожа здесь. Вот туда она двигается, а сюда... Видно, я пытаюсь сместить, оно буквально на миллиметрик сдвигается. А сюда прям уходит. То есть, соответственно, вот место, где есть напряжение. И вот это напряжение нам нужно взять и... Да. Подтягивать. Но это со временем придет. На самом деле сухой массаж очень круто развивает пальпацию. Я думаю, что вы сейчас за два дня, за три уже начинаете ощущать мышцы, ну, ощущать тугую подвижность. Вот, вот. Все раз, прости. Не, вот еще здесь есть. Ну, так же здесь есть ощущение. Раз, залезли. Да это не обязательно будет больно. Не обязательно будет спайка. Просто напряжение, зона какая-то. Эти места, да, могут быть болезненные. Все, размяли. Что там у нас дальше? Двумя кулаками. Разные стороны. А, это выжимание у нас. По выжиманию. Водораздел. Разные. По водоразделу. И потоптались. Либо одновременно. Вот так вот. Просто не оттягиваемое, просто давимое, да? Да. Но важно все равно натяжечку чувствовать чуть-чуть. То есть, если мы будем просто давить, оно будет неудобно. Нужно все равно чуть в натяжечку, чтобы упор был рук. Видите, я смещаю снизу вверх, но при этом я создаю все равно вектор давления вверх. То есть, тут можно двигаться и снизу вверх, но вы должны понимать, что акцент у вас должен быть давление вверх. Понятно? Что, двойного грифа у нас еще не было? Не было. Двойной гриф. Второй рукой подхватили свою первую руку. И нужно как бы накидывать на большой палец мышцу со скручиванием. То есть, получая движение вот так. Но мы за счет двух рук вот сюда вот так вот накидываем. Двойной гриф. Не знаю. Ну, вы как бы двумя руками это делаете. Гриф это птица. Я не знаю. Или гриф это гриф, да? У нее хотя бы шея такая. Непонятно. Вот так как кольцевое, только ты к себе получаешь. Да, да, да. Как кольцевое, только мы накидываем на палец на большой. Одинарное кольцевое больше туда, а двойной гриф сюда. Что, икроножку сразу? Да. Ну, а что-то у нас. Щипцеобразное, то же самое и здесь. Ахилл. Ну, валика нету, поэтому. Либо четырьмя пальцами, да, как мы говорили. Большими можно добавить растирание. Важно понимать, опять же, да, цель. То есть, растирание нужно растянуть кожу. Значит, берем эту зону и растягиваем на ней кожу на этой зоне. Надо этой зоной. Понятно? А-а-а, щипцеобразное, ахилл есть, двойной гриф. Вот, замечательно. У нас он сюда сразу будет применяться. А если вот это вот место очень болюте, а? То сначала выжимаем. Да, да. Сначала выжимаем, может быть. Выжимаем сначала. Тут всегда болезненная точка. Здесь точка болезненная, и еще точка болезненная вот здесь обычно. Да, да, да. Ну. Это мочевый пузырь. Возможно. Я не помню, как тут меридиан мочевого проходит. Ну, оно вот, да, часто здесь болезнь, здесь болезнь. Не запаривайтесь. Между икрами, да? А? Между икрами мочевый пузырь. Ты вот про эту точку мочевого? Это почка, а там... Мочевой. Ну, посередине, который. Вот это, да? Ну, вообще тут как бы выход нервы идет, поэтому здесь у всех будет болезненно. Разно нервы болезненные часто. Так, двойной гриф. Двойное кольцевое. Двойное кольцевое. Что там у нас дальше? Одинарное кольцевое. Медиальные головки. И на латеральную нужно будет вот так встать. Поделать ее, подтягивать в сторону. Диакил придерживаем, да? Ну, да, чуть, чтобы она не болталась. Сюда-сюда чуть, можно. Также, в принципе, можно перекаты здесь поделать. Я давал, да, перекаты? Да, перекаты давал. Вот сейчас, как раз, перекаты. И вот так на... Не должно быть там больно. Где-то больно? На медиальную головку. На латеральную головку икроножной можно добавить просто перекаты. Также здесь и комбаловидная. Комбаловидная будет находиться прямо вот тут, вот за костью. Также и вот здесь. Ну, вот тут она. Большим пальцем комбаловидная. Вот комбаловидная. И за нее туда полезно. Она между этими. Между этими, да. И вот туда она у нас улезает. Да, мы вот туда продавливаем. Надавили, протянули. Надавили, протянули. То есть по ходу. Ну, как-то так. Что у нас там дальше? Выжимание двумя попеременно. Либо одновременно. Вибрация вот, как можно, можно периодически. И заколпачивая. Чего вибрация? Периодически можно добавлять, успокаивать. Можно. Но она больше не успокаивает. Успокаивает больше поглаживания. Лучше поглаживания добавлять. Нет, стопы не будет у нас здесь. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова